Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Преимущественно сегодня огородники. Меня зовут Русский Хэван, я вас приветствую на канале Процветок. В сегодняшнем нашем выпуске я расскажу вам, чем ни в коем случае нельзя подкармливать огурцы, несмотря ни на какие советы, в момент, когда уже образовались первые зеленцы, первые плоды, и идет активное нарастание плодов. Одно из средств, популярных средств, которые часто рекомендуют для подкормки огурцов, это нашатырный спирт или раствор аммиака. Нашатырный спирт, безусловно, является хорошим источником азота для растений, однако же чистый нашатырный спирт без каких-либо модификаций вызывает у огурцов весьма сильное отравление корневой системы. Кроме того, нашатырный спирт является очень быстрым азотным удобрением, которое вызывает жирование огурца. Бывает и такое, мощное активное нарастание вегетативной массы, увеличение размера листьев, уязвимость, в значительной степени повышается уязвимость огурца к целому ряду болезней, пероноспорозу, настоящей мученистой России, многим другим болезням. И, пожалуй, одно из самых худших средств, которые вы можете использовать, это нашатырный спирт. Если же вы только хотите использовать нашатырный спирт, потому что, по совету каких-то блогеров, например, накупили этого нашатырного спирта для использования в огуречной теплице, то в этом случае обязательно погасите нашатырный спирт уксусом. На одну столовую ложку нашатырного спирта вам понадобится один стакан столового 9% уксуса. Вот таким раствором и все это на ведро воды вы вполне можете подкормить ваши огурцы, как азотной подкормкой. Огурец любит азот, но не в такой форме, которую ее предлагают некоторые в виде нашатырного спирта. Второе, против чего я вас предостерегу в этот период, это, конечно же, использование органических удобрений, таких как куриный помед, таких как конский навоз в особенности, и навозная жижа, которую можно, вот коровяк этот разбавляют в бочке, и потом разбавляют и подливают. Дело в том, что все эти удобрения в значительной степени также содержат свободный аммиак. И все, что я сказал относительно нашатырного спирта, в полной мере касается и вот этих вот органических удобрений. До тех пор, пока они не перепреют как следует, до тех пор, пока весь аммиак не превратится там в нитраты, использовать эти органические удобрения в период образования плодов и роста плодов ни в коем случае нельзя. Я уже не говорю про избыточное занетрачивание плодов, а ведь именно тыквенные растения, и огурцы, и кабачки, и тыквы, и арбузы, и дыни очень-очень склонны к избыточному накоплению нитратов. Между прочим, все, о чем я говорю, в полной мере касается и тех культур, которые я только что назвал. Еще один способ, который часто используется для подкормки огурцов, это зеленое удобрение. Зеленое удобрение действительно является очень хорошим способом подкормки растений. И вот как раз зеленое удобрение я очень-очень рекомендую для подкормки огурцов в этот период. Однако же, вам нужно помнить, что в этот же период, особенно у тех, кто выращивает очень много томатов, образуется значительное количество пасынков. Эти пасынки могут сниматься целыми ведрами, а то и больше, ну из достаточно больших теплиц. И многие используют пасынки томатов для того, чтобы готовить зеленое удобрение на их основе. Оно, кстати, достаточно вонюченькое такое получается. Но и в том числе для подкормки этим зеленым удобрением на основе томатных пасынков. А также листьев, которые срезаются с томатов. Но они могут быть здоровыми, вполне без признаков заболеваний. Их можно квасить в виде зеленого удобрения. Но квасить-то можно. Но ни в коем случае не подкармливайте таким удобрением огурцы. Огурцы вообще не рекомендуется выращивать совместно с томатами. И даже сорванные пасынки, будь то просто положенные на землю, как бы для перегнивания под огурцами, или закопанные под огурцы, или даже в виде зеленого удобрения, могут в значительной степени вызывать депрессию огурца. Ну то есть снижение завязываемости плодов, пожелтение завязей. И, кстати, от аммиака очень часто желтеют завязи. И потом спрашивают, почему пожелтели завязи? А чего пожелтели завязи? И начинают говорить, это где-то похолодание было, это калия не хватает, там еще чего-то не хватает. А на самом деле надо просто вспомнить, не делали ли вы случайно вот эту подкормку нашатырным спиртом, или вот такими вот недостаточной степени разложения органическими субстратами, как навоз, там жижака навозная, конский навоз, или же куриный помет. Вот свежими этими удобрениями ни в коем случае кормить нельзя. Это кроме того, что у огурца достаточно поверхностная корневая система, и вот эти агрессивные органические и неорганические растворы здорово поджигают ему корневую систему и вызывают аммиачное отравление, в том числе пожелтение завязи. И любое зеленое удобрение, которое не содержит пасынг автоматов или листьев автоматов, является прекрасным способом для подкормки сейчас, в том числе для профилактики пожелтения завязей. Что ж, я надеюсь, эти простые советы и предостережения помогут вам вырастить богатый и здоровый урожай огурцов. На этом я прощаюсь с вами, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»